Банковская система России начала оправляться от критической ситуации прошлого года. В октябре чистая прибыль Центрального банка страны составила 34 миллиардов рублей. Это рекорд с начала года. Банкротств стало меньше, растет приток депозитов. С начала года банк выдал порядка триллиона рублей новых кредитов. Ставки по ипотеке снизились, и такая тенденция будет продолжена. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня Сбербанк России является лидером банковской системы страны, основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В частности, на его долю приходится более 46% вкладов населения. Сегодня крупнейший финансовый институт отмечает 174 года со дня основания. Кстати, по статистике Сбербанк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. В нашем регионе этот показатель намного меньше, но тем не менее, Ненецкое подразделение Сберегательного банка России является крупнейшим работодателем округа. В его структуре сегодня трудится 98 человек. За достижение высоких показателей в работе и многолетний добросовестный труд работников банка отметили почетными грамотами. Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего округа. Действительно, без вашего банка, наверное, бы многие те проекты, которые сегодня осуществляются на территории округа, они бы, конечно, не осуществлялись. Один из таких масштабных и значимых проектов – безналичный округ. Сбербанк России реализует его совместно с администрацией округа и Ненецкой компанией электросвязи. Для нашего округа это наиболее актуально. Связано это с тем, что у нас очень много удаленных поселений, и население находится на территории сел, и не всегда есть возможность выехать в город, на Ринмар, за получением услуг. Поэтому мы сейчас активно развиваем удаленные услуги, делаем упор на интернет-банкинг, на карточные продукты, на торговые терминалы, которые мы сейчас активно ставим на селе. Сегодня в торговых точках сельских населенных пунктов уже установлено 40 терминалов. До конца года установят еще более 15. Задача Сбербанка – популяризировать безналичные и онлайн-платежи в муниципальных образованиях округа. Цель, которую преследуют и банки, и администрации – это снизить наличный денежный оборот на селе, для того, чтобы снизить затраты на транспортировку наличности и перевести все платежи в онлайн, то есть в интернет и на банковские продукты, банковские карты. В ближайшее время Сбербанк вступит в программу 5-процентного ипотечного кредитования, которая также разработана администрацией региона. Несмотря на общую экономическую ситуацию в стране, сегодня Сбербанк имеет четкую стратегию развития и гарантирует своим клиентам стабильное предоставление всех банковских услуг. Ненецкое отделение существует в структуре Сбербанка России вот уже 85 лет. В него входят центральный офис, два отделения в городе и поселки Искатели, и еще семь отделений успешно функционируют в муниципальных образованиях округа. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал Север.